Юр Волга в этом году отмечает 10-летний юбилей. Из-за пандемии форум проводят в формате Конгресса. Большая часть участников наблюдает за процессом обсуждений из дома. Но организаторы надеются, что совсем скоро они снова перейдут полностью на живое общение. В этом году мероприятие прошло в два дня. На торжественное открытие приехал избранный губернатор области. Из рук главы региона награду получили лауреаты Всероссийской юридической премии имени Ивана Дмитриева. Из года в год на этой площадке обсуждаются наиболее актуальные вопросы современной юрисповеденции, решения которых максимально полезны для развития нашей страны. Например, именно здесь родилась идея проведения юридического диктанта. Площадка Юр Волги – это сплав молодости и опыта. Для будущих защитников права и справедливости – это возможность встретиться с опытными профессионалами, задать им свои вопросы, шанс обменяться опытом с другими и получить определенные навыки. Увидеть, как теория юриспруденции работает на практике. Это сплав молодости и опыта. Мы стараемся приглашать как и студентов, молодых специалистов и более зрелых, уже высокопрофессиональных юристов, которые уже принимают участие не в качестве участников, а уже в качестве спикеров и почетных гостей, которые как раз-таки делятся полезным опытом, делятся становлением своей карьеры, чтобы впоследствии молодые юристы уже на примере их могли достигать уже больших успехов. Потому что, на мой взгляд, именно за молодым поколением будущее, так как они привносят всегда что-то новое, в том числе и в такую науку, как юриспруденция. Основными темами юбилейного конгресса стало оказание качественной бесплатной юридической помощи населению и цифровая трансформация юридической профессии. Благодаря работе региональной ассоциации юристов России в прошлом году в Ульяновской области бесплатную правовую квалифицированную помощь получили свыше 43 тысяч человек. Пандемийный год показал, что онлайн-юридические консультации пользуются большим спросом. Запросы на оказание помощи в интернете растут. В прошлом году все это начало переходить в цифровой режим, потому что в прошлом году большую часть года были в принципе запрещены какие-то очные встречи. И мы поняли, что действительно такие консультации онлайн через специальную платформу, где человек может написать свое обращение, и ему отвечают либо посредством телефонной горячей линии, они пользуются большим спросом. Я думаю, в обозримом будущем полностью отказываться от очного режима мы не будем, потому что, повторюсь, есть категория населения, которым все-таки нужно прийти и лично побеседовать. На второй день юридического конгресса для участников ЮРВолги подготовили плодотворную программу в селе Архангельское. Там будущие юристы смогли принять участие в интерактивных площадках и дискуссиях, обсудить проблемы, обменяться опытом и идеями. После чего молодые специалисты с новыми знаниями отправятся в свои регионы. Алина Тихонова, Герман Баранов, Уллправды ТВ.